Сергей Кротов далеко не новичок в вождении мотоцикла. Прошло уже четверть века с момента, когда он впервые сел за руль стального коня. Сергей много путешествует на мотоцикле, ездит в разные страны. При виде сотрудников ГИБДД он не выкручивает ручку газа с целью поскорее уехать, а спокойно останавливается. Делится с ними своими наблюдениями по организации движения. На скутера садятся ребята, которые не знают правил дорожного движения. Я считаю, что нужно ввести, если не права на скутер, то хотя бы обязательные курсы и обязательно какие-то удостоверения, которые говорят, что человек прошел подготовку, знает правила дорожного движения, знает, как себя вести на дорогах. Не проходя подобных курсов, Валентин Кузнецов сегодня приобрел первый в своей жизни мопед. До этого он передвигался исключительно на велосипеде. Но здоровье уже не то, и крутить педали стало тяжело. Для рыбалки и за молоком ездить на ферму. Вот он мне нужен. Но если пожилой человек в правилах дорожного движения разбирается, 12-летний Матвей наяву грезит о скутере. О том, какие ограничения существуют, мальчик не задумывается. В деревне кататься. Он хороший, очень быстрый. Мопеды в основном покупают пенсионеры. В основном, как бы сказать, ностальгия по нашему прошлому, когда существовали двускоростные мопеды. А скутера больше молодежь покупают. Официально в год в России продается около 30 тысяч скутеров и мопедов. По неофициальным данным, их количество больше в несколько раз. Ну и по количеству ДТП с участием мопедов и скутеров наша страна в лидерах. В год совершаются около 6 тысяч аварий. Полтысячи погибших. Многие водители ездят на скутерах пьяными. В ГИБДД, кроме штрафа за езду без шлемов 200 рублей, никаких мер принять не могут. У нас с начала года на сегодняшний день уже произошло в городе и на трассе 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек пострадало. Это касается то, что скутеров. То, что касается мотоциклистов, с участием мотоциклистов, 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали. По мнению специалистов, если этот законопроект будет принят, то и количество аварий с мопедами пойдет на убыль. А значит, будут спасены сотни человеческих жизней.